Казахстан Пятая минералами соленая вода, словно компенсирует отсутствие у страны выхода к морю. Не случайно именно здесь проходит фестиваль Окунь-Коль. Озеро расположено на юго-востоке Казахстана, недалеко от знаменитых джунгарских ворот, и известно не только своей целебной водой, но и необычными обитателями. Ничто так не отвлекает от городской жизни, как схватка с хищником посреди дикой природы. Об этом прекрасно знают участники ежегодного фестиваля Окунь-Коль. Его проводят журнал «Ветер странствий Казахстан» и Центр семейного отдыха «Пеликан». Он проходит в сентябре на южном берегу озера Алаколь в Алматинской области. В этом году генеральным спонсором фестиваля стал «Карган-Центр». И пусть размер хищного окуня составляет всего 20 сантиметров, это не уменьшает азарт истинных ценителей экологичной рыбалки. Название фестиваля словно подслушано из разговора двух рыбаков, когда один из них, поймав окуня, говорит своему другу Коле. Для доставки туристов в этом сезоне были использованы двухэтажные автобусы, что стало созвучным с Лондонской Олимпиадой. На сегодняшний день спортивная рыбалка не является олимпийским видом спорта, но количество этих видов постоянно расширяется. Кроме казахстанцев, в фестивале приняли участие и российские туристы из Санкт-Петербурга. Между тем, фестиваль Окунь-Коль был назначен в неспокойное время. По побережью Алаколя прошел слух, что в озере появился водяной. Муратхан, какие представители ихтиофауны представлены в озере Алаколь? Это озеро Алаколь, которое находится в одноименной впадине Балхаш-Алакольской. Считается одним из экологически чистых озер в Казахстане. Здесь ихтиофауна насчитывается до 24 видов рыб. Из них 5 видов считаются промысловыми. Это сазан, лещ, судак, окунь, карась. Какие из этих видов являются родными, а какие были завезены позже? Здесь изначально аборигеном считаются маринка, галец и окунь. Завезены сюда 9 видов рыбы. Из них выжил судак, сазан, лещ и карась. Окунь, который здесь находится на озере Алаколь, это единственный промысловый вид окуня, которому даются разрешения, лицензии. А на других, в озере Балхаш и Копчевайских водохранищих, он считается краснокрежником. Фестивальное движение является одним из важнейших стимулов развития туризма. Организаторы Окунь-Коля смогли придумать оригинальную модель фестиваля и привлечь к бархатному сезону дополнительное внимание. Они убедили туристов в том, что стоимость путевки на Алаколь в начале сентября снижается заметно сильней, чем температура. Фестиваль Окунь-Коль включает в себя турнир по любительской рыбалке на окуня и богатую культурную программу. В эти дни на пляже можно запросто встретить учителей йоги. Они предлагают совершенно безвозмездно освоить осаны, которые, по их мнению, очень полезны для рыбаков, а также и для их подруг. Особое внимание уделяется позам на скручивание и равновесие, ведь рыбак не должен создавать лишнего шума. Окунь под водой прекрасно слышит все, что происходит на берегу. Все с нетерпением ждали начала рыболовного турнира, но появление водяного поставило соревнования на грань срыва. Он стал озорничать с крючками рыбаков и цеплять на них найденные под водой предметы. В водоемах Казахстана обитает большое разнообразие представителей ихтиофауны, есть даже двухметровые самы. Вот почему для такого довольно-таки громкого и крупного фестиваля была выбрана такая небольшая рыба-окунь? Так как наш фестиваль проходит на Аллаколе, а вы знаете, что воды Аллаколе они целебные, чистые, полезные для здоровья и для купания, для всего. Поэтому и рыба, которая здесь обитает, она тоже очень полезная. Мы делали выбор по нескольким позициям. Визуально, чтобы это смотрелось хорошо. Вот, кстати, сом, он визуально, ну скажем так... Устрашает. Устрашает, да. А окунь, он достаточно такой симпатичный. Фотогеничный. Фотогеничный, да. Плюс еще окунь-коль, Аллаколь очень созвучно. Вот, самому что-то, может быть, было сложнее придумать, хотя, конечно, наверное, это не главная проблема. Но, тем не менее, вот, как-то очень он нам приглянулся. То есть мы делали отбор жесткий, кастинг среди рыб, вот, и остановились на окуне. Сом – это для Киргизии, да? Наверное. В советское время Аллаколь из-за его приграничного расположения был закрытым озером. Но сейчас на его берегах появляются современные базы отдыха. Постепенно этот водоем становится все более серьезным конкурентом для Киргизского и Сыкуля. Однако, несмотря на природные преимущества Аллаколя, значительная часть наших соотечественников отдает предпочтение отдыху на Киргизском озере. Дело в том, что дорога на Иссыкуль лучше, гостиниц там больше и, в целом, инфраструктура развита сильнее. Но Аллаколь знаменит своей целебной водой. С давних времен воины Великой степи залечивали здесь свои раны. А путники Шелкового пути отдыхали во время долгой дороги. В советское время здесь проходили реабилитацию космонавты. Соленая, близкая по составу к морской вода, горячая вулканическая галька с высоким содержанием кремния и теплый степной воздух все это дает мощный оздоровительный эффект при проблемах с кожей, суставами и многих других болезнях. И теорически сложилось так, что люди, которые отправляются на Аллаколь, едут прежде всего за здоровьем. Аллаколь отличается удивительными лечебными свойствами воды. И отражается ли вот это качество воды как-то на качестве рыбы? Самая рыба считается экологически чистой, потому что нет загрязняющих заводов, фабрики. Эта аллакольская рыба вообще ценится. Однако водяной начал пугать не только рыбаков, но и обычных туристов, проходящих на пляж по понтонному мосту. Укротить незваного гостя решили с помощью рогаток. Сенсей Сан Саныч организовал на пляже турнир по стрельбе из этого древнего оружия для того, чтобы выявить самых метких. Оказалось, что юные участники, представители компьютерного поколения, в этом виде состязаний заметно уступают мастерам стрельбы советской закалки. Кроме этого, было решено применить сарбакан – духовую трубку с дротиками. Это оружие до сих пор стоит на вооружении у южноамериканских индейцев. Необычные виды оружия и великолепные призы для победителей от известных торговых домов Карган и Робинзон вызвали заметное оживление на пляже. Ведь разыгрывались предметы туристского снаряжения. Каждый знал, что в этих торговых домах можно найти все для активного отдыха, рыбалки и охоты, в том числе и для охоты на водяного. Немало было желающих поймать водяного с помощью сетей. На это вызвались завсегдатаи фестиваля «Задолбай», «Разболтай» и «Колорадо». Но ловля сетями на Алаколе запрещена. Тогда трое друзей попытались поймать водяного компьютерной сетью. Но выяснилось, что у того нет в сети ни одного аккаунта и зацепиться буквально не за что. Однако ни технические средства рыбинспекции, ни рогатки и сорбаканы не позволили избавиться от нападок водяного. Его выходки становились все более смелыми. И однажды он появился на пляже посреди белого дня. Отдыхающим ничего не оставалось, как сидеть в номерах или ходить на птичий двор, где можно было понаблюдать за необычным обитателем. Несколько дней назад шторм принес на пляж птенца-пеликана. Он был настолько напуган стихией, что боялся воды. Его приютили и поселили рядом с другими домашними птицами. Однако в каждый прием пищи этот малыш съедает по три килограмма рыбы. И сейчас его спасатели ведут переговоры с зоопарком, который мог бы взять эту птицу. Скорее всего, этого птенца принесло с одного из трех островов, расположенных в центре озера. На этих островах организован заповедник, и там обитает немало редких птиц, среди них реликтовая чайка. Напуганные водяным туристы значительную часть времени стали проводить в кафе. Особенность окунь-коля в том, что на этом фестивале прекрасно понимают всех людей, на каком бы языке они не разговаривали. А как ты узнала, что эти клоуны заказали? Ну так это же рыбаки, они едят только рыбу. По вечерам туристы собирались у костра, где можно было попеть песни и потанцевать. И две фигуры посреди стихи, друг друга не смыкающие глаз, промотшие слепые и глухие, немножечко похожие на нас. Между тем водяной не унимался. Он стал угрожать туристам не только на воде, но и на суше. Ему удалось похитить одну из рогаток, и он стал использовать ее для своих проказ. Появляться на берегу стало небезопасно. И в этот момент, когда казалось уже ничто не спасет ситуацию, в дело вмешалась алма-атинская девушка Анюта. Она видела водяного на пляже и в тот момент поняла, что он вовсе не страшен, он просто одинок. И причина его агрессии в том, что с этим водяным никто не водится. Анюта одела свое лучшее платье и смело вышла на берег озера. Водяной не появлялся, но она знала, что он где-то рядом. Она сердцем чувствовала его незримое присутствие. И вот, наконец, стена из камыша раскрылась. И она увидела того, кто устрашал все побережье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Когда угроза водяного миновала, было объявлено начало долгожданного рыболовного турнира по ловле окуня. Путевки на вылов окуня приобрели участники фестиваля Окунь-Коль. И что будет с выловленной рыбой? Они смогут ее тут же приготовить и съесть, да? Ну, это, на смотрение рыбака, мы даем путевку в предел 10 килограммов. Поймает он эти 10 килограммов или нет. Ну, удача рыбакам, конечно, в этом фестивале, чтобы ловилась им рыбка большая и крупная. Окунь очень непростая для ловли рыба. Участники, среди которых были как мастера, так и новички, смогли понять три вещи. Черви могут не только нанизываться, но и разбегаться. Крючок может цепляться не только за рыбу, но и за дно. А запутывать можно не только судей соревнований, но и леску своего спиннинга. И хотя турнир был любительским, азарт рыбаков был таким, словно они соревновались на чемпионате мира. В последние годы в Казахстане стали проводить и официальные чемпионаты по спортивной рыбалке. И можно ли сказать, что мировые первенства будут осваивать казахстанские водоемы в будущем? Безусловно, все впереди у нас. И самое главное, это желание наших спортсменов, причем в разных дисциплинах. Это вот как раз зимняя, это была подледная ловля с мормышкой. Есть карповая ловля, тоже очень ребята там упорные. То есть они ездят по миру, участвуют и здесь проводят мероприятия. И я думаю, что в ближайший год-два будет еще какой-нибудь чемпионат мира у нас. То есть у нас все впереди еще. Музыка 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 Первый сектор. До взвешивания. Музыка Победителем рыболовного турнира стал алматинец-муслим Ага Пашаев из команды торгового дома «Робинзон». Во время ловли он разговаривал с Алаколем как с живым существом. Мы обратили внимание, он также разговаривал с каждой рыбкой и озеро отблагодарило его богатым уловом. Второе место завоевал юный Ади Абиш. Небольшие размеры окуня позволяют школьникам соревноваться наравне со взрослым. Третье место у Ирины Манилюк, которая представляет команду торгового дома «Карган». Своим результатом она разбила стереотип о том, что рыбалка – это чисто мужское занятие. Вручение наград состоялось во время заключительного концерта. На фестиваль приезжают очень творческие люди. Ведущие, среди которых был алматинский музыкант Александр Цой, устраивали конкурсы среди певцов, поэтов и танцоров, а также знатоков различных озер мира. Алматы, Алаколь, сколько Ир, сколько Оль, Алуаш, Карлыгашек, молодых и Апашек. Быть счастливым позволь всем друзьям, Алаколь, ветер странствий журнал, что нас вместе собрал. Беликан приюдил, красотой окрылил, напоил, накормил всех нас, спать уложил. А кому повезет, тех домой отвезет. В последнее время в мировом туризме намечается такое направление, это развитие оригинальных фестивалей с оригинальными идеями. Вот даже вот фестиваль огурцов появился в России недавно. Как обстоит в Казахстане эта сфера? В последнее время народ активизировался, и фестивали достаточно много в Казахстане проводится. Это фестиваль, скальный фестиваль, значит, в лесной сказке, и еще этно-эко-фестиваль, который назывался Форэ. Рыболовные фестивали, скажем так, они тоже сейчас очень популярны. Единственное, что там больше они спортивный характер имеют. То есть у нас фестиваль для любителей, ну и для спортсменов, и для любителей, то есть для всех желающих. Водяной больше не беспокоил рыбаков и туристов. Но в последний день фестиваля один из рыбаков неожиданно поймал на крючок старую шляпу. Возможно, это был дружеский привет от подводного властелина. Участники фестиваля Окунь-Коль не только насладились рыбалкой и бархатным сезоном, но и смогли узнать три главных преимущества озера Олаколь по сравнению с Иссыкулем. Первое. Это лечебные свойства воды и ее комфортная температура. Иссыкуль заметно прохладнее. Второе. Оптимальная высота озера. 350 метров над уровнем моря и горячий степной воздух. И третье. Это экологичность Олаколя и нетронутость природы. Это одно из немногих мест, где можно половить окуня и увидеть редкие виды птиц. Но для того, чтобы казахстанские туристы в полной мере могли ощутить все это богатство, необходимо исправить главный недостаток. Создать инфраструктуру, отремонтировать автомобильную дорогу, а еще лучше организовать сюда железнодорожный маршрут. Но те, кто уже хоть однажды побывал на Алаколе, понимают, что такой воды больше нет нигде в мире. И среди самых преданных поклонников озера участники фестиваля Окунь-Коль, которые через год вновь приедут к джунгарским воротам, чтобы ловить хищного окуня. А может быть и водяного. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok